ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Учёные МВД выпустили пособие для сотрудников ГИБДД, как вычислять в потоке нетрезвых водителей. По информации издания Автоньюз, в документ попали такие признаки, как виляние в пределах полосы, необоснованная низкая скорость движения, движение без ближнего света или дневных ходовых огней, замедленная реакция шофёра на сигналы светофора, неадекватное поведение при виде дорожных полицейских. Кроме того, сформирован список дат, когда за водителями нужно следить особенно пристально. Это 23 февраля, 8 марта, 2 и 9 мая, а также 1 января. ТРАССА СТО ОДИН Московская ГИБДД составила портрет типичного пешехода-нарушителя. Чаще всего это работающий мужчина в возрасте от 20 до 40 лет. Реже ПДД игнорируют студенты и особенно пенсионеры. Среди самых распространённых проступков, которые допускают пешие участники дорожного движения, переход дороги на красный, внезапный выход из-за стоящего транспортного средства и необоснованное нахождение на проезжей части, в том числе в нетрезвом состоянии. ТРАССА СТО ОДИН Средний возраст легковых автомобилей в нашей стране за последний год не изменился. Это в среднем 14 лет. Самые старые легковушки, по данным агентства Автостат, колесят по дорогам Дальнего Востока. На Камчатке показатель приближается к 25 годам. Самый молодой парк легковых авто в среднем 10-12 лет в Москве, Татарстане, Питере, Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае. По мнению экспертов, с этого года средняя цифра будет расти, так как продажи новых авто сильно сократились. ТРАССА СТО ОДИН В Челябинске сотрудник ДПС угнал автомобиль, который якобы хотел приобрести. Во время осмотра поддержанного Ниссана его хозяйка ненадолго отлучилась. В это время гаишник сел за руль машины и уехал в неизвестном направлении. Легковушку через некоторое время удалось обнаружить на одной из парковок. Предположительно, полицейский осознал, что ему грозит серьезная ответственность до 7 лет тюрьмы. От исполнения обязанностей на данном этапе он отстранен. ТРАССА СТО ОДИН А компания Hyundai запатентовала технологию распознавания владельца авто по радужной оболочке глаза. Пристально и близко вглядываться во что-то не придется, говорят инженеры. Водителю будет достаточно сосредоточить взгляд, к примеру, на панели приборов. Правда, вопрос, будет ли электроника четко работать, если человек носит очки или контактные линзы. Ранее Hyundai объявила о создании системы идентификации водителя по лицу. Ее опробуют в первую очередь на премиальных авто, выпускаемых под брендом Genesis. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН